О, привет! Многие из вас спросили, и мы уже делали про это видео, мы запустили наконец-то свою самокат-школу. И сегодня у нас будет специальный эпизод, в котором мы расскажем больше про самокат-школу, расскажем про то, как проходят занятия, и познакомим вас с нашими первыми учениками в Киеве. Как покупали самокаты наши деды? Как покупаем самокаты мы? Эх, ну и погода сегодня. Пожалуй, на Е-каталоге закажу. А по ссылке в описании тебя ждет мой список самокатов на Е-каталоге. Выбирай понравившуюся модель, удобно смотри характеристики и проводи сравнение, как на ладони. Не забывай отслеживать динамику цен, чтобы знать, когда продавцы опускают или поднимают цены. Мой список доступен для России, Украины и Казахстана, поэтому переходи и выбирай лучшее. Вообще, мы открыли самокат-школу около двух месяцев назад. Как вы уже знаете, наша школа работает на базе небольшого крытого скейт-парка Борн. За эти два месяца мы разобрались с тренерами и собрали наши первые группы. Из сложных задач, выполненных за это время, стоит отметить составление расписания тренировок. Оказалось, что в Киеве люди живут в своем ритме, и мой белорусский опыт тут сыграл злую шутку. В целом, сейчас в школе занимается 6 полных групп, и еще около 30-40 человек берут индивидуальные тренировки. Отдельно хочу похвалить наших тренеров, которыми стали 044 Ярик, Степашной Рок, Артемиква и, конечно же, Денчик. Еще к нам часто обращаются с вопросом, можно ли заказать тренировку именно у меня. Поэтому скажу это на всякий случай и видео. На данный момент я не провожу тренировки, но стараюсь появляться пару раз в месяц на групповых тренировках у других тренеров, или проводить мероприятия для всех участников школы. К слову о мероприятиях. Сейчас, когда у нас уже есть достаточно групп различных уровней, мы собираемся провести небольшой контест. Участвовать в таких соревнованиях будут только ученики школы, а основная цель это зафиксировать результаты ребят, а также дать им реальный опыт участия в соревнованиях. И вообще мы хотим сделать небольшой видеоотчет с контеста, так что напишите в комментариях, интересно ли вам будет его глянуть. А теперь я предлагаю вам посмотреть на то, как проходит тренировка у группы новичков. Этим ребятам я постарался дать базу, которая заключается не столько в трюках, сколько в умении контролировать и ощущать самокат при катании в рампе. Потому что, на мой взгляд, если ты хорошо чувствуешь самокат, уверенно стоишь на нем и умеешь пампить, научиться делать любые трюки займет намного меньше времени. Ведь ты сможешь каждый раз одинаково хорошо вылетать в том же квотере, а все твои попытки будут максимально продуктивные. Тренер Денис, здравствуйте. Короче, сегодня у нас уже будет... Давай, давай. Он профессионал. Сегодня у нас уже вторая группа. Первую не снимали, потому что очень фото. Пацаны, идите сюда, что вы. Так, у всех шлемы есть. Все взяли шлемы, да? Кто не взял шлемы, у администратора есть шлемы. Сегодня будем гонять вот этих ребят. Будем делать разминку сейчас. Потом поделим их на две группы. Я буду тренировать одну часть, ты будешь тренировать вторую. Потом они будут драться на спорту. Все, ладно, драться на спорту. На самом деле, ну, потом поменяемся группами, соответственно. Так, пацаны, будем проводить разминку самокаты в сторону. Сами давайте сюда, будем разминаться. Отлично. Берем самокаты, надеваем шлемы и начинаем нашу тренировку. Блин, у меня такая ностальгия, чувак. Я так давно тренировки не вел вообще. Вот как в спарке каждое воскресенье. Я приходил, две группы моих ребят, вот только так. Что, Дуденчик, сколько у нас сейчас людей учится? Учится много. Человек, наверное, 20-25 вот так вот сходу у нас набралось. Это 4-5 групп, ну, в зависимости от того, как ходят. Поэтому сегодня будем их немного делить и по очереди с Денисом тренировать. Сейчас покажем, пацанам, как делать прям банихоп в полную амплитуду. Смотрите, давайте такую штуку, пацаны. Вы знаете, как делать солдатика? Смотрите, история простая. Вы прыгаете и полностью выпрямляетесь. На спину заваливаться не надо, но мы плечами ровно вертикально вверх прыгаем. И вот так вот выпрямляемся. Попробуйте все. Ну, у кого, в принципе, банихоп хорошо получается, у тех должно сразу получиться. У кого не получилось, можно сделать еще проще. Вы ставите ногу на заднее колесо и останавливаетесь. И просто делаете то же самое, только, ну, стоя на тормозе. Поняли? То есть без прыжка. У кого получилось, пробуем добавить движение, когда мы подтягиваем ноги и вперед руль выносим. То есть вы делаете сначала солдатика, потом ноги подтягиваете и руки вперед. Что? У меня тормоза есть. А это не важно, поставь просто на колесо ногу, смотри. На принципиально. О, у тебя Fender, ладно, все, отмена, можешь не делать. Может, тогда сразу солдатика учиться. У меня Fender, оказывается, не останавливает вообще. Я думаю, у меня Fender останавливает, у меня Fender коротенький. Короче, я забираю пацанов, которые умеют делать вид. Ты берешь новичков. Потом поменяемся. Пойдемте со мной в ту зону. Через 15 минут вернемся к новичкам Дениса. Они там уже все бутеркаты будут уметь делать. Пойм флееры, там скользить, ноузмену. Ну, ноузмену, ну, ладно, не будут уметь. Ну, так как мы в Борне, здесь самое лучшее, чему можно научиться, это катание в рампах. Здесь неплохие квадра, вот, здесь можно научиться парковому катанию. Если вы научитесь парковому катанию, вы сможете научиться все трюки, которые вы хотите делать гораздо быстрее. Но это касается в основном эйр-трюков. То есть, там, два випа, три випа, батеркап, брай и так далее. Вот, давайте начнем с небольшого ведения в парковое катание. Начнем с квадра. Покажите по разу ваши 180. Не надо большую скорость делать. Если вам некомфортно, типа, ну, можно не делать. Давайте. Покажите. Гот. Ярик. Хорошо. Пацаны, смотрите. У вас у обоих первая проблема, это то, что ноги слетают с доски, правильно? Ноги слетают с доски, потому что, да, вы боитесь упасть и автоматически убираете их с доски. И, ну, делайте это, чтобы не упасть. Я вам дам пару упражнений, которые повысят вашу устойчивость при катании на самокате. Мы начнем с самого простого. Можете ли вы развернуться на квадре, не отрывая колес от квадра? Показывает следующим образом. Вот так. Можете по разу попробовать, не берите большую скорость. Отлично. Сколько катаешься? Полгода. Полгода. Сколько катаешься? Год. Год. Ну, полгода разницы вы узнал. Смотри, у тебя получается неплохо. Есть небольшие моменты. Постарайся хорошо, устойчиво ставить ноги на доску. На квадре, если ты не делаешь трюков, если ты просто, ну, типа разворачиваешься или с 80 делаешь, можно ставить ноги чуть шире. Типа, ну, это удобно, потому что ты получаешь больше устойчивости на доске. Будем начинать вот отсюда с небольшой скоростью. Не надо на большой скорости сейчас врезаться в кодр. Тебе важно понять саму технику. Даже большая скорость тебе мешает понять технику. Важный момент. Вот так вот указательные пальцы ставьте на руль. Оба. Тоже. Указательные пальцы на руль. Видите, как у вас локти стали? Смотрите, когда вы приседаете на самокате с рулем, вы взаимодействуете вот так вот. То есть, видите, локти не опускаются. То же самое, как когда вы делаете отжимания. Поняли? Ну, может, может стать вот ногой. Ногой можете придерживаться. Ну, ваша задача просто понять, что вот оно. То есть, не вот так вот, а вот так вот. Окей. Вот. Давайте теперь такой вот момент. Вы следите за локтями и следите за тем, чтобы нормально стояли ноги. Вот. Скоростью много брать не надо. Буквально вот покатились. И сделали вот такую штуку. Шире берись. Хорошо. В чем есть разница? Ты начинаешь приседать по чуть-чуть, когда на квадрате едешь. Ты вообще не приседаешь, ты врезаешься на деревянных ногах в квадрате. Приседать это правильно, но ты приседаешь мало. Давайте попробуем просто поприседать на самокате, чтобы вы поняли, насколько можно это делать поглубоко. Можете вот толкнуться и учимся глубоко приседать правильно, не опуская локти. Ну, то есть, не обязательно это здесь делать. Просто вот можете вот так вот. Пару раз попробуйте. Вот прям можете. Можете попробовать прямо на землю сесть. Кстати, сегодня не договаривались, что мы в одинаковых, только разного цвета. Давайте так. Вы приседаете, но вы приседаете очень слабо. Давайте попробуем следующим образом. Попробуйте присесть вот настолько, насколько это возможно. Вот насколько у вас получается, в принципе, низко опуститься на самокате. Если на землю сядете, вообще круто. Что вы делаете? Вы вот так вот приседаете. У вас видите, где колено? У вас колено с этой стороны. Ставьте носок вот так вот. То есть, ну, поворачивайте его чуть, чтобы колено не смотрело в руль. Потому что если колено будет смотреть в руль, или будет тем более с другой стороны, то рано или поздно вы коленом ударитесь просто в руль. Плюс, ну, вам инстинкты вашего самосохранения, они не дают нормально присесть, если у вас колено смотрит в руль. Вы чувствуете, что вы сейчас ударитесь и перестаете приседать. Поэтому повернитесь вот так вот и приседайте вот, ну, глубоко. Ты ставишь ноги вот так вот. Можно их чуть-чуть повернуть, чтобы больше контакта иметь с доской, чтобы больше, большая часть ноги стояла на доске. О, вот, хорошо. Локти не опускаем. Локти вверх, ты как отжиматься должен от руля? Так, типа того. Можешь чуть-чуть больше грудь к рулю наклонить. То есть, смотри, вот ты стоишь, вот чуть-чуть вот так. Жопу назад, и вот приседаешь. Как бы, ну, грудью, шеей к рулю, примерно так. Что мы делаем дальше? Мы эти приседания сейчас будем делать на квотере. Значит, история очень простая. Вы должны вставать два раза, когда вы едете на квотере. Значит, первый раз, когда вы едете вверх, второй раз, когда едете вниз. Естественно, мы приседаем наверху и на низу. Присели, встали, присели, встали. Поняли? Как бы звучит, как много действий, но если думать об этом, как о вставании, когда мы едем вверх и когда мы едем вниз, то будет гораздо проще. Попробуйте. Много скорости брать не надо. Хорошо. Вот прям сходу словил. Значит, момент какой. Мы с квотером бороться не пытаемся. Мы принимаем ту же плоскость, в которой самокат находится в квотере. Ты, когда съезжал вниз, ты пытался назад наклониться, потому что тебе было страшно, ты хотел побыстрее к земле, к земле. Вот. Лучше чуть-чуть наклониться вперед, когда едешь вниз. Давайте добавим сюда еще один момент, это взгляд. Значит, мы смотрим все время на один шаг вперед. Когда мы подъезжаем к квотеру, мы смотрим на место, где мы собираемся въехать. Когда мы уже въезжаем на квотер, мы смотрим на верхнюю точку. А в верхней точке мы уже смотрим на следующую фигуру, куда мы собираемся поехать и сделать следующий трюк. То есть посмотрите внимательно за моим взглядом, как я это делаю. Больны? То есть чуть-чуть голова опережает корпус. Попробуйте, вам будет гораздо проще. Взгляд это 70% успеха. Посуетился чуть-чуть, присесть надо было резко. Становись шире, тебе будет проще. Ты становишься очень назад, и поэтому тебя начинает назад скидывать дождь. Давайте попробуем теперь двумя способами это делать. Первый раз широко, то есть мы используем большую ширину квотера. То есть вот так вот подъезжаем и прям вот так вот проезжаем, чтобы чуть-чуть как бы проехать по квотеру. Вы оба ставите носок вот так вот, и у вас колено смотрит в руле, мешает вам приседать. А теперь пробуем, смотрите, на небольшой скорости, не толкаясь, по узкой траектории. То есть представляем, что вы почти по одной линии должны это сделать. Вот так вот. Это будет гораздо проще, если вы будете смотреть туда, куда вы собираетесь приехать. Поняли? Забавно, да? Вы чувствуете, что после приседаний, когда вы уже уезжаете с квотера, вас ускоряют? Как это получается? Это называется пампинг. Вы как бы прокачиваете ногами неровности, и за счет этого получаете скорость. Когда вы встаете при езде вниз, вы получаете вот это самое ускорение. И чем сильнее и быстрее вы встанете, тем больше ускорения вы получите. Вот посмотрите внимательно, я сейчас въеду на маленькой скорости, а выйду на гораздо большей. И не буду при этом толкаться. Видишь? Что я сделал, чтобы ускориться? Вдавился? Да, я как бы вдавился в квотер, все правильно. Сейчас мы будем пробовать следующим образом. Смотрите, мы ставим самокат как бы на фифте, на уровне вот этой перилы, да? Вот. И наша задача доехать потом выше уровня этой перилы, не толкаясь. То есть мы должны разогнаться чисто за счет приседания там. Для того, чтобы разогнаться за счет приседания, надо глубоко приседать. И хорошо, устойчиво стоять на доске, чтобы глубоко приседать. Попробуйте. Поспешили. Да, ускорение есть, хорошо. Давайте, пацаны, еще по разу. Вам надо, ну, понять и запомнить это движение. Широко ноги поставьте, будет хорошо, удобно. Да. Хорошо. Ты чувствуешь, что ты ускорился явно? Так смотри, ты хорошо ускоряешься вниз, но ты теряешь много скорости, когда едешь вверх. Почему? Потому что ты не устаешь, когда едешь вверх. Когда мы подъезжаем к ватуру, мы заранее присаживаемся и встаем, когда едем вверх. Сейчас мы поменяемся, вас будет тренировать Денис. Я погоняю по той же теме новичков. Ну, что Денис вам будет давать, это зависит от Дениса. Дальше мы вернемся и посмотрим, как вы усвоили пампинг. Я хочу, чтобы пока Денис вас тренировал и заставлял вас что-то делать, между делом вы старались передвигаться по парку именно за счет пампинга. То есть не толкаясь, а вот за счет того, чтобы прокачивать неровности. Вот, следите за своей стойкой. Так, что вы учили там с этим штрихом? Кого? Пампинг учили? Пробуем постепенно в грампинг. Стараемся, идя сейчас по широкому радиусу. То есть вот отсюда, аж до сюда заезжайте, старайтесь максимально разгоняться. Потом с каждым разом все меньше и меньше радиус. То есть сначала у вас широкий, раскатывайте. Потом все, с каждым разом уменьшайте его. Давайте по одному, чтобы никому не мешать. Вы скорость набираете только когда съезжаете. То есть вы стараетесь набирать скорость именно на съезде. Супер. Во. Видишь, ты разгоняешься. По звуку понятно, что ты разгоняешься с каждым разом. Суть пампа, ты можешь без остановки кататься в рамке. Но на стоп. У тебя есть 2 минуты на контест, и тебе не хватает дыхалки и сил, чтобы отталкиваться ногами. Поэтому что ты делаешь? Ты правильно прижимаешься к рамке, стараешься вытягиваться на ногах. Либо вперед, для того, чтобы разогнаться. Либо наверх, чтобы выше заехать на рамку. Соответственно, больше амплитуда, больше скорости ты получаешь. Ты можешь дольше кататься, откатать полторы минуты контеста. Пробуйте. Во. Мягко, мягко. Это супер мягко происходит. Во, видишь, поскользил чуть-чуть. В дуге ты начинаешь раскатываться. Стараешься, как можно, больше разогнаться. Моя основная задача разогнаться. Отталкиваясь чисто от рамок. Давай. История, знаете, какая? Вот то, что мы делаем. Присесть, встать и опять присесть. Вместо того, чтобы присесть, ты делаешь хоп. Получается, у тебя ванетти в рамку. То есть, вот ты просто приседаешь, а вот у тебя ванетти. Если хорошо приседаешься с ванетти, когда будешь, ну, приседаешь, когда приземляешься, ты будешь больше разгоняться. Во. Это все мягко происходит. Смотри, то есть, ну, я не делал каких-то резких таких движений. Видишь, я мягко начинаю раскатываться. Это все так мягко и амплитудно происходит. Ну, я даже сил никаких не трачу. Резко дядя гонял. Ты просто под рампу саму подстраиваешься. А, ты видишь, что она жнует. Это же не просто как спуск такой резкий. Это же радиус. И разгоняешься. Ты должен почувствовать шути. Во. Разгоняйся, разгоняйся. Старайся максимально до конца доезжать. Значит, на тренировке мы здесь делаем как? Он занимается как бы стритовой подготовкой. Дает пацанам базу с випами, барами, всем остальным. С различными трюками. Я даю пацанам общую технику, потому что это, ну, такое более тонкое дело. Я в этом больше понимаю. То есть, я учу их пампить, учу их устойчиво стоять на самокате. И вот эти все вещи. То есть, это база, которая позволит научиться делать трюки прям максимально быстро. Сейчас будем с пацанами в конце тренировки играть в put-down. Они этой игры не знают, поэтому, я думаю, для них будет интересно. Правила очень простые. Вот лежит рюкзак. Мы не выезжаем за рюкзак. И не заезжаем на квотеры. Вот тут вот. Выше вот этой линии. Там, ну, примерно так же. Там нету линии, но, типа, примерно так же. Кто будет высоко раскатываться по квотерам, сразу выбывает. Не убираем руки с руля. Не убираем ноги с доски. Поняли? То есть, ни трюки, ничего нельзя делать. Ничего нельзя делать. Что, пободаемся? Чуть не выпал. Нормально, достойно. Тому, кто останется в конце, браслет скуп. Именно кто первым останется? Да, ну, кто последним останется. Давайте. Итак, пацаны у нас закручиваются. Считаю до трех. Раз, два, три. Все. С этого момента, кто коснется земли, тот сразу же выбывает. Упражнение на контроль. Забавное. Сильно не разгоняемся, друг друга не тараним. Но чуть-чуть подстегивать друг друга можно. Не без этого. Победитель у нас получит браслетик маленький. Выбыл. Так, выбыл. Все. Два человека осталось. Кто получит браслет? Вот, вот, все. У вас двое осталось. Подалка на руках? Нельзя убирать руки с руля, ноги с доски. Ну и, естественно, жестко нельзя врезаться друг в друга. Можно так, знаешь, препятствием становиться на пути. Все, уменьшаем, уменьшаем территорию. Да, все. Все. Так. Оттуда вечера кататься будут. Еще уменьшаем. Нет, куда? Все, все, выпал. Держи, твой браслет увидел. Ну что, еще разок? Да. Давайте еще разок. Можно так? Раз, два, три. Цены играют футдаун. Призовой фонд стикер па. К тому, кто последний останется на самокате, не трогая землю. Один выпал. A few moments later. А зачем ты всех? Все, держи, стикер факт. Так, ну что, Денис, кто, по-твоему, из этой группы у нас самый лучший? Кто больше всех старается? Я. Ну, а после тебя? Ты? А, после меня. Вот прям, кто наверняка больше всех старается? Кто дольше всех ходит? Ну, я, Тимофея, чаще всего вижу. Так. А потом Альберта. С него в этих войне кушать. Я предлагаю по совместному представлению с Денисом еще выдать небольшой приз. Держи, шапочка тебе, скул. В принципе, что мы будем делать? Мы будем устраивать иногда соревнования между учениками нашей школы. Будем подгонять небольшие призы. Будем, возможно, приглашать каких-нибудь интересных гостей. И что, у нас в группе на сегодня все? Да, получается. Надеюсь, все. Как-то видео, где мы плов едим. Вот так вот. Снимайте мерчки. Ну что ж, ребята. Вот такой у нас ролик получился про самокат-школу в Киеве. Хочу попросить вас написать в комментариях ваши идеи для видео, потому что мы сейчас стараемся читать абсолютно все комментарии и отвечать на самые интересные из них. Также по ссылке в описании вы можете записаться на занятия в нашей самокат-школе в Киеве. А на этом всем спасибо. Оценивайте, подписывайтесь, комментируйте, заглядывайте в описание. Там много полезных ссылок. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok